здравствуйте друзья сегодня у нас 22 августа понедельник и сегодня я начну свой обзор с террористического акта в российской федерации в результате которого погибла дарья дугина дочь известного можно сказать печально известного так называемого философа борзописца идеи которого как считается лежат в основе вот этих бредовых идей русского мира на основании которых путин сейчас совершает свою агрессию против украины но начнем начнем с того что это было действительно ли был это террористический акт как это представляет сейчас средства массовой информации российской федерации и фсб террористический акт это акт насилия который имеет целью создать общую атмосферу страха среди населения и все это делается для достижения определенной политической цели но вот с этой точки зрения является ли это террористическим актом вопрос весьма дискуссионный потому что для создания общей атмосферы насилия это должно быть или акт насилия в котором погибает множество людей ну допустим вот вы взрывы домов 1999 году в москве в годонске которое действительно привело к ужасу среди российского населения и на фоне которых на волне которых путин пришел к власти или же это уничтожение отдельных известных личностей но данном случае отдельная личность дарья дугина девушка 29 лет кому она была кому она была известна за пределами россии да в самой россии мало кто знал тем более в ну да ее поставили на санкции но скорее всего в связи только с ассоциацией с ее отцом поэтому вопрос сомнительный какой какую цель как террористы если это были террористы на какую цель ставили путем достижения путем уничтожения человека который мало был известен не только за пределами россии но и в самой россии вызывает также большие подозрения то как быстро фсб якобы распутала это дело это то самое фсб который до сих пор не может раскрыть дело я имею ввиду полностью раскрыть убийстве известного опция оппозиционера бориса немцова которая как вы помните было прямо вот на мосту рядом рядом с кремлем я вам так же напомню о расстреле в автомобиле тоже прямо у стен кремля шабтая калмановича агента российских спецслужб меня сначала он был агентом кгб потом стал агентом российских спецслужб стал также как об этом писали одним из видных деятелей российской мафии ну вот убили его расстреляли из автоматического оружия прямо у стен кремля и до сих пор как-то я не слышал о том чтобы это дело было раскрыто а тут не успел совершить этот акт как тут же посыпались так называемые непровержимые улики не верю я в эти улики и никто в них не поверит тем более это это дело откровенно сшито белыми нитками потому что ну что установили установили что женщина якобы из украины с 12-летней дочерью но какой же идет берет на совершение террористического акта 12-летнего своего ребенка то есть они приехали в украину вот это было известно показали есть запись о том как она въезжает потом показали как она выезжает на той же самой машине потом показали что она заходит в какой-то там подъезд и вот собственно говоря и все факты все улики так называемые которые собрала фсб как из этого получается что именно эта женщина с ее ребенком действительно заложили взрывное устройство и привели его в действие с полу с помощью значит совершили направленный взрыв где они взяли эту взрывчатку как это все выглядело тут же значит они продемонстрировали ее удостоверение полка азов который с российской федерации называет террористической организации откуда не взяли так быстро это удостоверение если она у них было раньше а полк азов в россии они уже давно кричат что-то террористическая организация каким образом офицеры или члены этой так называемой террористической организации свободно въезжает и выезжает из россии короче говоря это все настолько написано такими вилами дыряни по воде что ну развалить этот кейс в любом нормальном суде за пределами естественно российской федерации не состоит никакого труда ну в частности вот судя по данным или указаниям фсб эта женщина с ребенком находится в эстонии если у них есть кейс они сейчас могут прямо в эстонию написать через интерпол подать займет буквально полтора-два часа запрос на экстрадицию но для этого значит зная репутацию российских спецслужб и вообще путинской россии это дело пойдет через суд в эстонии и там российская федерация должна будет представить не бла-бла-бла что до сих пор появилась на средствах массовой информации а реальное доказательство я готов лично выступить в этом суде для того чтобы эти все доказательства разобрать на молекулы и выбросить мусорный ящик у меня есть опыт в этом деле я участвовал в подобных кейсах более чем трехстах соединенных штатов штатах америки и в других странах европы и практически всех этих кейсах с участием интерпола во всех этих кейсах мы выиграли поэтому если через суд российская федерация пойдет через интерпол это закончится для нее позором я думаю что этого она делать не будет а цель цель была и есть сторона которая скорее всего совершил я практически на 90 процентов уверен что это совершили спецслужбы российской федерации цель была верее их может быть несколько но самая такая которая сразу приходит на ум это приближающийся день независимости украины мы слышали знаем что накануне сейчас продолжает готовится свозиться большое количество ракет близко границам украины возможно вот этот теракт и есть операция под чужим флагом который неоднократно планировался кремлем и его спецслужбами при подготовке агрессии против украины и в ходе этой агрессии о чем неоднократно подтверждали американские британские спецслужбы то есть возможно они используют это потому что средства массовой информации кричат юлиусы штрейхеры российской федерации в лице той же маруси симонян и по моему там еще центр царьград вот это точно террористическая организация потому что она участвовала в 2014 году это доказано она участвовала в операции по захвату территории иностранного государства под названием украины в крыму так вот они призывают к отмщению второй второй цель помимо обстрела территории украины кстати там могут быть две цели первое нанесение удара по так называемым центром принятия решения 2 по гражданским объектам так вот если мы сейчас вернемся обратно к террористическими к тому что такое террористический акт то мы придем к выводу следующему сейчас появилась статистика согласно которой сначала путинской агрессии против украины российская сторона выпустила по объектам на территории украины 2000 ракет по военным объектам и более 20000 ударов было нанесено по гражданским объектам вот эти 23000 то есть цифры говорят сами по себя за себя это не случайность уже то есть разница там не в 500 не в 1000 даже разница в 21 тысячу это целенаправленная стратегия нанесения ударов по гражданскому населению и вот это и есть самый настоящий террористический акт то есть это расчетливое применение массового насилия для создания страха атмосферы страха среди населения для достижения определенных политических целей политическая цель это принудить вызвать панику в украине среди населения заставить чтобы население оказало давление на свое правительство с тем чтобы она подписала акт капитуляции против кремля вот это и есть самые настоящие террористические акты ну и я вам должен сказать я вот посмотрел перед этим выпуском материалы иностранных средств массовой информации по поводу террористического акта никто естественно не покупает версию фсб но британская печать она выдвигает следующей версии первое это фсб для достижения определенных политических целей то есть это действие которые не совершили по указанию кремля я вот с этим согласен второе может быть в рядах российских спецслужб появилась какая-то контора которая вышла из-под контроля не которая значит вот совершила без всякого указания сверху по своей собственной это инициативе в рамках внутренних разборок возможно третье это провокация так называемых на листь утра ультра националистических правых кругов россии активность которых последнее время в средствах массовой информации заметно возросла я имею ввиду вот яркий представитель их является гиркин стрелков гилкин и люди которые с стали до солидарной которые все более активно и жестко критикуют кремль путина и его вооруженные силы за то что они слишком мягко и неэффективно ведут военные действия на территории украины так сказать как выразился это я прочитал в одной западной газет американской по моему вашингтон пост они цитировали гиркина который выразился что путином жует сопли в то время когда надо действовать так далее то есть может быть это вот третий вариант одна из этих групп совершила эту акцию для того чтобы спровоцировать обострение действий со стороны российской федерации в в украине но я вам должен сказать что вот эта идея вот это террористический акт он приводит к выводам известных американских военачальников аналитиков которые смогут стать неожиданными для кремля но в частности вот я хочу вам привести пример есть такой американский четырехзвездный генерал барри маккафри он участвовал в трех военных компаниях трижды вернее в четырех военных компаниях трижды был ранен и награжден за это медалью purple heart он также сейчас он стал отставной генерал является членом совета по международным отношениям видный аналитик часто появляется с комментариями на средства массовой информации вот он недавно пару дней назад дал свой комментарий о обстановке на фронтах украины и в частности вернее нет это было не пару дней назад богу было в день этого террористического акта и в частности вот он высказал по этому поводу он это трактует вот этот террористический акт убийства дарьи дугиной он это трактует как один из признаков ближе начинающегося распада россии распад он как правило характеризуется действиями событиями процессами которые не контролируются верховной властью то есть это самораспад который происходит в результате путинской агрессии против украины но помимо этого генерал упомянул следующие признаки почему он видит в этом он видит что компания военная компания путина зашла в тупик она практически то есть они обстреливают они обстреливаются прежде всего гражданские объекты хотя говорят что количество обстрелов связи с уничтожению хаймарсами значительной части боеприпасов становится все меньше но тем не менее по гражданским объектам страдают а вот на поле боя продвижения и активных действий становится все меньше меньше тип боеприпасов меньше техники техника становится все более старой очень большие проблемы с личным составом путин как говорит генерал утратил значительное количество генералитета командующих офицерского состава качество те которые пришли им на замену значительно ниже ну и мобилизации он не может объявить мобилизацию пытается рекрутировать людей там и сям большие проблемы с этим делом и таким образом как говорит генерал по его наблюдениям по его оценкам россия подошла к той точке после которой начинается перелом и потом распад в этой связи с обратил внимание да кстати он говорит что надо готовиться потому что распад россии в результате этой агрессии он может представлять собой очень серьезный процесс чреватый большим количеством негативных последствий для окружающего мира по мнению генерала что-либо предотвратить его очень сложно потому что путин загнал себя в угол выйти из него он не может и поэтому по мнению генерала закончится это может только распадом россии или жестким приземлением жестким поражением со всякими со всеми вытекающими последствиями но мы с вами наблюдаем о том как идет битва на истощение между в сау и российскими вооруженными силами на территории украины ну и как мы с вами условились там две сферы где происходит это истощение это живая сила и техника ну вот сегодня привлекло мне мое внимание развитие событий по поводу живой силы то есть попыток российских российских вооруженных сил пополнить брешь в личном составе российских вооруженных сил речь идет о рекрутировании мобилизации как мы понимаем до сих пор нет и вряд ли она будет но кремль решает эти проблемы каким образом если еще совсем недавно российские власти военные они пытались рекрутировать людей где-нибудь там на периферии государства в бурятии допустим или в чечне среди кадыровцев и многие высказывали сомнения что этот процесс никогда не дойдет до москвы и петербурга то вот теперь уже на сегодня прочитал статью в одном из британских газет речь шла о городе волосова под санкт-петербургом которым согласно корреспондентом газеты стоят громкоговорители на улицах этого городка откуда народ призывают рекрутироваться подписывать контракты и отправляться в украину предлагают по подписанию 5700 долларов но мало кого это привлекает распространено уже широко мнение подтвержденное на практике что все это ложь потому что возвращается оставшиеся кому повезло остались живы вернулись обратно они рассказывают что их обманывают деньги они эти не получают ну а после того как этого как их побывали на передовой под обстрелом хаймарсов то единственное желание унести оттуда ноги и люди забывают о деньгах ну и корреспондент поговорил с различными с жителями этого города и один из них молодой молодой парень вот на которого рассчитана это пропаганда он сказал корреспонденту что люди здесь то есть в этом городке данного наверное имелся ввиду и все вся территория российской федерации люди здесь не готовы жертвовать собой ради своего президента вот такая вот ситуация с печальная ситуация ну что же дальше надо же как-то так золотать те бреши в личном составе которые не то что наметился который это дыра зияет уже в российских вооруженных силах и вот профессор истории у него не столько истории он боя профессор военной истории зельского университета по фамилии снайдер тимати снайдер это известный теоретик который пристально наблюдают за развитием военных действий на территории украины регулярно комментирует по этому поводу у него очень толковые комментарии поэтому я к ним прислушиваюсь его прогнозы оценки имеют тенденцию сбываться поэтому хотел решил с вами поделиться интересные мысли о том как путин будет пытаться провести мобилизацию или как и чем ее подменить чтобы набрать людей и общую мобилизацию не объявить так вот по мнению профессора путин будет решать вопрос о мобилизации через присоединение новых территорий то есть через вот эти референдумы которые кремль где-то и его сторонники анонсировали на территории ордло затем в южной части украины свердло запорожская херсонская области которые сначала анонсировались на 11 сентября теперь они переносили перенесены на более поздний срок на какой неизвестно короче говоря согласно идеи этой план состоит в следующем после того как будет объявлен проведен так называемый референдум объявлены его итоги в катака о которых уже все знают эти территории будут объявлены территории российской федерации а ее жители включая все мужское население станут жителями российской федерации которых тут же будут мобилизованы в российские вооруженные силы и отправлены на поле боя вот таким образом будет решаться мобилизация по словам автора в россии в некоторых кругах это мобилизация такая мобилизация была названа уже могилизации понимаете от слова могила вот поэтому те граждане те люди которые в россии значит радуется том что вот будет мобилизация может какие-то коллаборанты на этих территориях радуются о том что в результате референдума они будут присоединены эти территории будут присоединены к российской федерации они должны понимать то референд это предлог для того чтобы в том числе призвать местное население вооруженной силы российской федерации в качестве пушечного мяса то есть сначала эти население этой территории будет привлечено будет рекрутирована и мобилизованы потом когда значит его пустят в расход понадобится новая мобилизация тихая мобилизация будет проведена в пограничных районах уже со стороны российской федерации и так далее она пойдет шаг за шагом вглубь российской федерации хотя об этом не будет объявляться то есть мобилизации общей не будет потому что путин не может себе этого позволить это будет свидетельствовать о провале его так называемой специальной военной операции а вот такая ползучая мобилизация она вполне возможно поэтому вот тех граждан среди мои зрители мне пишут многие что смотрят этот канал с оккупированных территорий то есть они должны понимать что вот эти все так называемые референды референдумы это не только не столько для получения российского паспорта не столько для повышения пенсии не столько для прощения вам ваших долгов банком на посуде по 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 кредиту на приобретение жилплощади это для того чтобы мужское население мобилизовать в российские вооруженные силы отправить их на фронт в качестве пушечного мяса ну и теперь я сегодня же я хотел с вами остановиться на одном вопросе который давно хотел с вами обсудить это вопрос о китае тайване соединенных штатах россии и украины то есть мы с вами говорили о поездке нэнси пелози после этого как-то этот вопрос затих но он ушел как бы на второй план в средствах массовой информации хотя это по-прежнему один из самых острейших и стратегических вопросов которые влияют на события во всем мире на направление движения всего мира в 21 веке и естественно влияет на будущее и российской федерации и украины исход естественно войны которые имеют место в настоящее время я послушал одного из российских известных китаеведов это директор института стран африки азии академии наук ссср профессор маслов алексей маслов я должен сказать что он как-то так он его нельзя приз причислить к пропагандистам кремлевским хотя в нынешней ситуации любой российский чиновник особенно чиновник достаточно среднего и высокого ранга он должен идти по курсу вместе с линией партии иначе его карьера может драматическим образом закончится и немедленно но специфика профессора маслова состоит в том что не не выскочка который сделал себе карьеру благодаря тому что он участвовал вот этих в пропагандистских шоу и рвал на себя рубашку изливая свою любовь путину и его режиму это ученые известные во всем мире он был приглашен свое время в американские университеты работал также в европейских университетах поэтому чувство профессионального достоинства у него осталось но и вот что интересно я услышал часть с тем что я согласен потому что это совпадает с моими наблюдениями и с тем что пишут американские британские аналитики кое-что нет и я хотел бы с вами поделиться ну во-первых из выступления профессора маслова следует что в кремле должны забыть о том что китай помогает или может помочь российской федерации в нынешней войне против украины все на тезисе о том что китай с нами можно поставить крест там вот на некоторых телевизионных пропагандистских шоу там кстати профессор маслом не выступал там другие китаеведы выступают вот там еще говорится о том что китай с россией братья навеки в одной лодке и китай якобы все поддерживает то что делает россия это не так профессор маслова об этом не говорит более того он указывает на указал на одно обстоятельство на которые мы с вами обращали внимание помните когда практически сразу после того как россия под прикрытием одкб ввела свои войска в казахстан несколько месяцев назад и потом собиралась там долго остаться но потом после звонка из пекина тут же собрала вещички умотала оттуда вместе со своим одкб вскоре после этого китай начал достаточно агрессивно кампанию по распространению своего влияния в центральной азии то есть речь шла не просто там о строительстве железных дорог автомобильных дорог речь шла о глобальном расширении то есть она начинается и начиналась с десятков миллионов сотни миллионов грантов для молодежи этих стран центральной азии для того чтобы они приехали в пекин получили образование то есть речь шла о выращивании элиты речь шла о интеграции определенных отраслей экономики этих стран с китайской экономикой ну и стратегическая цель забрать эти страны из орбиты традиционного влияния российской федерации так вот алексей масло бы обратил внимание еще на один аспект который не так давно был вот помните пашинян пример армении приезжал в москву вел переговоры с путиным и вот примерно в то время когда путин вел переговоры с пашиняном китай выступил с официальным заявлением о том что пекин настаивает на том чтобы конфликт карабахи между азербайджана и армении был закончен путем переговора без и без всякого продолжения военных действий вопрос пашинян сейчас ведет переговоры почему китай в этот момент публично это был демарш это был публичный демарш так сказать подзатольник тому же путину типа вы тут мелочевка какой-то занимаетесь вот слушайте суда что мы считаем нужным делать ну и это вот то что я разделяю что действительно имеет место быть но вот один тезис высказан алексеем масловым я бы подверг сомнению то есть он высказал уверенность в том что китай в нынешней ситуации после этого оскорбления визитом пелозии у него нет другого выхода как силой починить себе тайвань рано или поздно я вот думаю что это вряд ли что вот этого не будет я объясню вам почему то есть я вам сейчас расскажу о том что я скрупулезно собирал эту информацию не только в средствах массовой информации но и поговорил еще со знающими людьми здесь в вашингтоне и вот как обстоит ситуация то есть в вашингтоне есть и ястребы в белом доме отношении китая которые пришли к выводу буквально несколько месяцев назад а я бы даже сказал точнее это произошло после того как россия путин вторгся вторглись в украину 24 февраля и при этом очевидно китай одобрял эти действия путина там еще был вопрос такой то ли китай это одобрил ну типа ты давай сам действую если получится это все хорошо или же китай наоборот спровоцировал путина вот для меня этот вопрос еще открытый но тем не менее вот после этой агрессии потому как оказалось что китай близок к тому чтобы поддержать путина и даже экономические военном плане вот тут ястребы они как-то так заняли доминирующее положение в вашингтоне и пришли к выводу что китай надо поставить на место именно здесь и сейчас ну и по их расчетам есть такие глобальные процессы которые позволяют это сделать имеет смысл сделать глобальная оценка состоит в том что последние годы ну так лет 5 8 10 китай движется в неправильном направлении то есть перед этим 40 лет он делался до двигался в правильном направлении глобализация это рыночная экономика они вписались в эти процессы притворяясь но сначала не такие были притворяться не надо развивающейся страной получая все бенефиты связанные с этим статусом ну и таким образом стали второй экономикой мира но тут то вот и начались их проблемы проблема номер один у кидая сейчас население 1 4 десятых миллиарда человек так вот оказывается что в прошлом году численность этого населения достигла пика а теперь и достаточно стремительно оно должно сокращаться в частности значит не так давно шанхайская академия общественных наук опубликовала доклад сначала появился публичном пространстве а потом его тут же изъяли оттуда китайские же власти коммунистическая партия китая так вот согласно этому докладу до конца этого века численность китайского населения должна упасть до 500 до 547 миллионов человек до 2100 года то есть практически в три раза но мы раньше с вами говорили отмечали что старение населения это очень серьезная проблема все меньше людей должно сидеть на пенсии все большее количество людей должно сидеть на пенсии все меньшее количество должно их кормить но вот такая вот я бы сказал драматическая ситуация с населением три раза падения ожидается это громадная проблема в то же время как думают об этом и прогнозируют американские демографы и специалисты по иммиграции это кстати очень важно население соединенных штатов к этому же вот концу этого века вырастет буквально вот примерно до такой же цифры то есть по количеству населения сша и китай сравняется это очень важно количество аспект 2 2 это качественный аспект населения и здесь значит китай американцам нужно очень очень поработать обратите внимание вот это это поразительное данное которое я впервые вижу в таком в сжатом виде вот когда она в сжатом виде но наиболее очевидная тенденция смотрите что происходит чему китай об обязан своим взлетом экономическим за последние годы в 2000 году сша выпускали в 1,9 раз больше бакалавров в области инженеров среди инженеров чем китай то есть сша в 2000 году почти в два раза больше чем китай инженеров но через десять лет двадцатом году уже китай вас выпускал инженеров в два четыре десятых раза больше чем соединенные штаты америки китайский выпускник средней школы имеет примерно на три года больше опыта обучения в аудитории чем американские обращаю ваше внимание опыт обучения в аудитории это чрезвычайно важно потому что обучение по корреспонденс или заочное обучение вечернее обучение сдачи экстерном это все хорошо но ничто не может заменить аудиторное обучение об этом свидетельствует установившаяся международная практика американский текст тест под названием отчетная карта страны в области состояние образования страны показала что 76 процентов выпускников в сша закончившие 12 классов имеют недостаточное знание по математике а в области естественных наук 78 процентов имеют недостаточный уровень образования в области математики сейчас по количеству бакалавров в области инженерного дела соединенные штаты занимают 76 место в мире вот есть такая аббревиатура соединенных штатов называется stem stem это ствол вот стволовые клетки называют еще стенд но она переводится так это в области людей занятых в различных областях науки и переводится в каких областях первое это science имеется ввиду естественной науки затем technology технология затем инженерное дело и математика вот это количество специалистов этой области в стране отдельно взятый определяют уровень развития этой страны в двадцать первом веке так вот ситуация в америке такая 28 процентов преподавателей американских университетов в области науки и инженерии родились за рубежом 38 процентов американских нобелевских лауреатов в области химии физики медицины с 2000 года также родились за рубежом почти половина американских компаний входящих в список fortune 500 имеют основателем иммигранта или ребенка иммигранта то есть вклад иммиграции как вы видите в развитии американской науки исследовательности экономики он колоссален и вот американцы считают пришли к выводу что правильно построив иммиграционную политику они могут здесь совершить прорыв и на это будет направлена политика сша в ближайшие годы и десятилетия то есть совершить они хотят совершить прорыв я думаю им есть весь смысл это делать потому что я вот сам наблюдаю у меня сыновья оба ходили здесь школы потом в университет они ходили но я наблюдал в школах в школах здесь регулярно проводятся олимпиады не только в частных но государственных то есть отбор талантов здесь поставлен просто на промышленную основу он настолько отлаженный блестящий механизм регулярно по всем видам наук проводятся олимпиады всем чтобы отобрать лучших людей и вот из обычной школы выделить его и отвести в специально специализированной школу так вот на олимпиадах кто занимает первые места китайцы и представителей советского союза бывшего советского союза американские дети они занимаются спортом американским футболом плаванием они занимаются нам в кружки разные ходят вот сейчас мой внук допустим записался он они затеяли нечто вроде мюзикла то есть они они сделали мюзикл вот я ходил смотрел два акта ну прямо бродвай целый так далее там танцы и так далее очень занимается американские дети не должны быть здоровые у них и должно быть хорошее настроение опашутся при китайцы бывший представитель советского союза здесь я правда и другая палка нас палка двух концах вот одна семья из эмигрантов вернее она эмигрантка вышла замуж за американского профессора родилась у них дочка и у нее была склонность к математике так вот я настолько загнобили с этой математикой у нее не было ни субботы не воскресенье не каникул все тренировали я с этой математика и она да она она показывала феноменальные результаты но потом она закончила плюнула на все это за забыла это математику уехала в другой штат и поступила я даже никуда не знаю куда она то ли там типа в университет на курсе кройки шитья ночью уже такое которое не имеет никакого отношения не то чтобы к математике но вообще к естественным наукам так вот немножко подкрутив иммиграционную политику соединенные штаты собирается привлечь лучшие умы со всего мира и таланты в страну для того чтобы вернуть себя те позиции которые были утрачены за последние 10 лет а за последние 10 лет они были утрачены колоссально то есть обама трамп но сейчас вот сейчас американцы начинают просыпаться при банде байдене а при этом обама трамп в общем 10 лет предыдущих они были просто су под хвост выброшены правительство сша тратит за последние до последние 28 лет затраты сша на фундаментальные исследования сократились до 0,2 то есть это колоссальное просто падение поэтому сейчас поэтому показатели сша занимает 20 место в мире но из 25 лучших университетов 16 по прежнему являются американскими и вот при помощи всевозможных бонусов программе иммиграционной политики американцы хотят вернуть себя и они это вернут потому что это поставлено теперь на промышленную основу а в это время а в это время в китае благодаря товарищу си вот его предыдущие они все как сказал вписывались мир в глобализацию мировую экономику и дружно процветали товарищ си решил укрепить коммунистическую партию в основе которой лежит что ли не марксизм и вот теперь в то время когда американцы увеличивают количество своих студентов в области stem там и так далее китае 18 с половиной процентов выпускников вузов не могут найти себе работу вот в области той же сайенс технология инженерное дело естественная науки и математика самое последнее время последние буквально годы количество это все тенденция нарастает самые востребованные выпускники это люди которые изучать специалисты по марксизму последние годы поставлена цель что на каждые 350 студентов должен быть преподаватель в области марксизма поэтому все идут вот сейчас когда американцы поняли что они утрачивают тенденцию решили вернуть спять китайцы сошли с ума и ударились в марксизм чтобы марксизм вот тут за последние годы количество вакансий требующих наличия степени по марксизму до во втором квартале этого года количество вакансий требующей степени в области марксизма в китае увеличилась на 20 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года это просто безумие но и тут американские аналитики сарказмом пишут послушайте это стоит того чтобы процитировать эту фразу парадокс двадцатого века если бы революция семнадцатого года не заразила россию коммунизмом то не было бы холодной войны но иррациональные безумные идеи коммунизма определили счастливый для запада исход этой холодной войны то есть марксизм погрозил холодную войну и он же убил россию ходе этой холодной войны второе интересную мысль вероятность 21 века китайский линии ленинизм это когда все подчинено авангардной функции партии а партия является авангардом невежества таким образом вот этот курс который сейчас взяла партия под руководством товарища си он определит траекторию китая так что с точки зрения соединенных штатов америки товарищи добро пожаловать на третий срок ты нам там нужен во главе с китаем идешь правильном направлении ну вот значит под это дело и состоялось состоялся визит нэнси пеллози а потом другие конгрессмены теперь за ними последовали эти самые губернатор какой-то приехал сейчас говорят он по-прежнему там в тайване находится что произошло но некоторые говорят об что китай прогнулся соединенные штаты показали чего-то но тут тоже так я бы поосторожнее было реакция китая была жесточайший такой не было никогда в середине 96 уже был тайваньский кризис тогда было страшное дело не несколько выстрелов холостых сделали в сторону тайваня сейчас они провели боевые пуски ракет и по крайней мере несколько из них ну там по-разному от 1 до 3 пролетели в воздушном пространстве над тайванем а кто его знает упадут они или нет заряжены то есть боеголовка они или нет но надо сказать что вот что интересно при всех этих ужасов которые там происходили учения были беспрецедентные там была полная баба блокада тайваня с боевыми стрельбами и так далее тайваньцы в первые дни они выбежали на побережье откуда можно было там наблюдать в бинокль в сполохе этих самых вспышки взрывов они выбежали с биноклями с телефонами чтобы посмотреть как то там происходит что что там происходит но не со страхом выбежали а с любопытством поскольку как говорят как говорили мне американские значит аналитики все три стороны сша китай и тайваньцы они понимали что ни одна страна не начнет конфликт вооруженный реальный конфликт сейчас то есть много шума много крика но все понимали что войны не будет это самое главное но китай отработал очень важная вещь в ходе насчет этих маневров до сих пор то о чем шла речь что китайцы если захотят присоединить тайвань они десантную операцию затеют американцы работали о том как бы не допустить десантную операцию а китайцы сейчас отработали блокаду вот взяли они окружили тайвань и что тогда делают к тайване нет возможности ее пробить американский флот тот же ударная группа роналд рейган что они будут делать войдут в тайваньский пролив с тем чтобы прорвать эту блокаду это вряд ли скорее всего они будут стоять и наблюдать а блокада будет проходить продолжаться вот такая ситуация военная возникла у соединенных штатов по окончанию обратите внимание что закончились эти учения но они еще будут время от времени постреливать но самая активная фаза самая такая жаркая закончилась китайцы ввели некоторые санкции но не самое страшное против тайваня а там есть чем водить потому что огромное количество денег тайваньских в банках китая 30 процентов всего экспорта тайваня идет в китай но китайцы не объявили никаких санкций в отношении соединенных штатов америки а помните сколько шума было там китай держатель триллионов американских ценных бумаг американского правительства сейчас предъявит к взысканию вся американская экономика рухнет забудьте даже не попытался это делать потому что понимает что это дело безумное и работать не будет а что еще оказалось проявилось значит в ходе вот этой всей истории соединенные штаты то есть как я вам сказал соединенные штаты в связи с началом российской агрессии против украины пришли к выводу что надо наносить вот этот удар по китаю надо китай приструнять то есть путинская агрессия против россии привела к тому что вообще уникальный случай произошел до этого считалось что и китай развернулся во внутрь и америка во внутрь теперь китай по-прежнему внутри в связи со сложной экономической обстановкой а соединенные штаты наоборот развернулись мехом во вне то есть развернулись во внешний мир то есть сделал при байдене прямо противоположное то чего добивался трамп предыдущие четыре года то есть путин его агрессия разбудили американский империализм и он прежде всего развернулся против китая но даже в отношении тайване китай был очень и очень умерен своих санкциях почему волшебное слово волшебное слово которое звучит как микропроцессор китай на своей территории производит всего шесть процентов мирового производства микропроцессора которого ему которых катастрофически не хватает и это самая большая уязвимость экономики китая не нефть не газ а именно микропроцессоры тайвань экспортирует в китае микропроцессор в ежегодно более чем на 500 миллиардов до простите даже не 500 900 миллиардов долларов от 500 до 900 миллиардов долларов что больше чем весь экспорт нефти то есть по стоимости экспорта китай превосходит в россию в тайвань превосходит в Россию в кратном размере, просто в кратном. То есть, Россия по сравнению с Китаем – это ничто в плане экспорта в Китай. Китай критически зависит от импорта тайваньских микропроцессоров. Теперь, как обстоит дело с микропроцессорами? Китай производит микропроцессоры, вы знаете, есть там разный размер этих процессоров, определяется он в нанометрах или НМ, нано. Так вот, Китай достиг значительного прогресса. За последние годы, когда он начинал развивать эту индустрию у себя, они прыгнули с 90 нано до 12 сейчас. Это Китай. Россия в то же время, вот это Роснано, весь эти вопли о том, что мы сейчас всё оцифруем и всё сделаем. За 20 лет путинского режима Россия сейчас производит микропроцессор размером 130 нано. Впервые такой микропроцессор появился в мире в 2001 году, то есть 20 лет назад. Его уже не производят, кроме России. А сейчас ещё величайшее достижение России 64 нанометров или нанометров. Значит, в первый раз такой процесс в промышленном масштабе начал производиться в Соединённых Штатах в 2006 году. То есть это два десятилетия вылетены в трубу для Российской Федерации. Пока Дугин писал вот эти свои бредовые идеи о русском мире, русский мир, он профукал, я не хочу употреблять другое слово, но вы знаете, что это за слово. Советский Союз профукал научно-техническую революцию и это его и убило, потому что убило советскую экономику в конце концов, она стала неконкурентоспособной. При Путине за 20 лет Российская Федерация профукала революцию в нанотехнологиях, а также революцию в промышленном производстве спутниковых систем. То есть если Советский Союз две революции, технологии профукал Путин со своим режимом, с бредовыми дугинскими идеями, они профукали две революции. Тайвань. Тайвань уникальная страна, у них компания из ТСМС, которая производит единственное в мире сейчас, они переходят на технологию 3 нанометра. Чувствуете разницу, 130 и 64, 65 в России и 3. Такой технологии в мире больше нет, это технология будущего. Поэтому, если не дай бог что-то произойдет с Китаем и с этим заводом, то мир обрушится, ну, Россия может исчезнуть с лица земли, ничего так по большому счету, заменит газ, заменит нефть. А вот Тайвань, будут катаклизмы. И умные товарищи Китая, они все это помогают, то есть понимают. Вот на основании всего, значит, американцы это предприняли, во-первых, показали это свое место Китаю. Они продемонстрировали, что Китай, вернее, как, Китай продемонстрировал, что он понимает, что если он, а ведь он может, сначала китайцы грозили, если самолет Пелозе будет лететь, ему навстречу вылетят истребители, или заставят сесть этот самолет на китайской территории, или выпроведят его за пределы воздушного пространства, ничего этого не было. То есть Китай продемонстрировал, что он понимает, что в случае военного столкновения с Соединенными Штатами его ждет унизительное поражение, санкции и полная дипломатическая изоляция. Ну и теперь вот ситуация, понимаете, то есть с точки зрения здравого смысла, я всегда верил, ну последнее, по крайней мере, с 1985 года, когда я узнал Китай изнутри, благодаря моему контакту китайскому разведчику, с которым я здесь встречался, я всегда верил в рациональность китайцев. Вот сейчас в последнее время я утрачу эту веру, потому что с точки зрения здравого смысла китайцам надо гнать товарища Си в шею и возвращать те, кто были до него. Но посмотрим в октябре месяце, если товарищ Си идет на третий срок, это будет проявление коллективного безумия Китая, вот как в России коллективное безумие 20 лет. Так, теперь, значит, коллективное безумие Китая, в результате которого мы будем с вами, согласно прогнозам американских аналитиков, присутствовать при закате китайского лидерства в этом мире. Но американцы способствуют этому. Понимая зависимость Китая от микрочипов, президент Байден подписал законопроект на 53 миллиарда долларов, согласно которому это для крупнейших производителей микрочипов. Они, как я вам сказал, TSMC китайская, тайваньская, затем южнокорейский Samsung и китайская еще одна компания, SMCI, по-моему, так она называется. Так вот, значит, те американские, те компании международные, которые хотят получить эти миллиарды дяди Сэма, они должны отказываться, отказаться от инвестиций в производство нанотехнологии в Китае, если речь идет о наночипах, меньших, чем 20, по-моему, 28 нанометров. 28 нанометров – это то, что последние 10 лет производилось. То есть, более старые, которые 11-12 лет, пожалуйста, можете строить Китай, но более новой нет. И вот после этого в Китае, в этой индустрии наступили мрачные времена и мрачные ожидания. То есть, они понимают, что надеяться им в этой ситуации не на что. Сами они эту технологию не потянут, а крупнейшие производители, которых я назвал, они наверняка захотят получить эти деньги в Соединенных Штатах Америки, а для этого им придется развивать эту наноиндустрию в Соединенных Штатах Америки, а Китай, он остается таким образом за бортом обычного технического прогресса, господа. Вот, собственно говоря, все, что я вам хотел сказать, достаточно длинное, но, надеюсь, этот обзор даст вам, так сказать, стратегическую картину, стратегическое видение той глобальной ситуации, в которой мы с вами находимся. Кстати, если все это закольцевать и вернуться к войне в Россию, то последнее событие, развитие событий в Китае заключается в том, что от России подальше от нее одни неприятности. То есть, Китай получил из-за поддержки России на начальном этапе очень много неприятностей и еще даже не разобрался, что теперь делать с Путиным за это. Ну и, судя по всему, Китай, то есть, Украина для Китая потеряна. В Пекине считает, что она потеряна. На этом позвольте закончить этот обзор. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, господа, в этом нет никакого сомнения. Желаем вам выдержки, мужества, удачи и успехов. До скорых новых встреч.